Приветствую вас. В вопросе автор описывает проблему интимного характера, связанного с тревожным ожиданием о сексуальной невлече, далее стосен, и соответственно описывает повышенную тревожность связана с этим. Говоря о том, что подобные отношения первые у человека, у атро вопроса и у его партнера тоже опытный, но и тоже отношения первые. Соответственно, автор вопроса говорит, что все хорошо. Получается только когда существует алкогольное опьянение и соответственно отсутствие каких-либо мыслей. И как ни парадоксально может быть это прозвучит, но именно это и является ответом на вопрос автора. Вопрос, что вот это вот состояние, когда я ни о чем не думаю, да, так называемое невмещательство в процесс, является решением проблемы. Вы слишком сильно, слишком много уделяете этому внимания. И получается, что по большому счету вы фиксируетесь несколько не на том. И получается, что вы фиксируетесь на том, чтобы все было хорошо, а не на том, чтобы, например, получить удовольствие или доставить своему партнеру это самое удовольствие. Понимаете, надеюсь, о чем я здесь говорю. И как бы отсюда возникает соответствующая, так скажем, мысль. А какие у вас чувства к вашему партнеру? Каковы ваши отношения с партнером? Скажем, разносторонние, насколько вы друг друга, например, понимаете, цените и, ну, хорошо ли вы воспринимаете друг друга? Я бы сказал, что здесь это очень важный момент, потому что подобная проблематика возникает тогда, в том числе, когда есть определенные сложности в восприятии друг друга. Когда восприятие, ну, восприятие друг друга, так скажем, несколько, ну, однобока, да, например, вот с точки зрения, ну, с точки зрения, с точки зрения гендерного взаимодействия. Когда люди в паре воспринимают друг друга только как мужчину и женщину, но никакого личностного взаимодействия нет. Никакого личностного, так скажем, окраса отношения нет. И это, как бы, может быть, ну, проблема, это может быть, как раз, вот, причиной для того, что вы, вот, описываете. Да? Поэтому, решение, как не с правильным решением, проблема может быть, просто перевод отношений в более широкую колею, более мегаграммную колею. Но это только один из вариантов, еще и безусловно хорошим вариантом это работа с вашими собственными страхами, с вашей собственной тревожностью, которая скорее всего имеет под собой основание самооценки, то есть, ну, это, условно говоря, история про то, что, ну, я не уверен в себе, вот эта история, мне кажется, про это больше, вот, что, ну, что я в себе не уверен, вот, и боюсь, вот, что у меня, там, ну, боюсь, что я вот какой-то, ну, какой-то не такой, да, скажем, скажем, так скажем, ну, в этом случае, на мой взгляд, необходимо помочь вам, в этом случае, мне кажется, необходимо помочь вам поработать, вот, в направлении, вот, как и, соответственно, чтобы вы чувствовали себя, ну, так скажем, несколько по спокойнее, потому что сейчас вам это очень сильно мешает. следующее, на что бы я обратил внимание, это на то, что вы хотите для своего партнера, да, то есть, вот, ну, что вообще для него хотите, и как это проявляется, как это выражается, потому что, если так вот, например, ну, получается, что вы, допустим, допустим, для своего партнера особо ничего не хотите, например, если так получается, что вы ничего особо для своего партнера не хотите, да, например, если так получается, повторюсь, вот, то нет ничего удивительного, в том, что, ну, в том, что у вас такая фиксация происходит, вот, на, ну, интимная сфера, вот, было бы странно, если бы она не происходила, потому что для вас подобный путь вполне может быть единственным способом, как-то, ну, не знаю, проявить себя, да, допустим, по отношению, там, к партнеру, ну, к партнеру, своим, своим, и, соответственно, вы можете зависит, в зависимости от характера вашего взаимодействия, бояться, что, вот, если у вас не будет получаться, то, там, вопрос и так далее, вот. Это, кстати, можете иметь под собой вполне реальное основание, но, это уже вопрос больше к вам, какие отношения вы хотите выстраивать, вот. То есть, я бы сказал, что здесь вопрос вот еще такой, такой есть, вот. Ну, и, последнее, наверное, последнее, на что хотелось бы обратить, вот, ваше внимание, да, последнее, на что бы хотелось обратить ваше внимание. Это момент, связанный с тем, насколько вы, грубо говоря, себя, ну, уверены, вот, ва, себе, вот, ну, вообще, вот, по жизни, как бы, вот, как вы себя, ну, ощущаете, вообще, по жизни, то есть, вот, помимо интимной сферы, вот, как вы себя чувствуете, по жизни, ваше, насколько вам, оооо, комфортно, насколько вы уверены, идете по жизни, вот, сложно ли вас, грубо говоря, выйдете в голеин, да, и так далее, и так далее. Вот, эти вопрос, они, совершенно неправильные, вот, они представляют большую, большую ценность для вашей, для вашей психотерапии, И если вы хотите ей заниматься, если вы хотите ситуацию исправить, как бы, вот, сама по себе эта история не исправится, скорее всего, вот, ну, к сожалению, вот, и вам, скорее всего, ну, нужна помощь определенная в этом вопросе. И вполне вероятно, что имело бы смысл вам вместе с партнером обратиться на психотерапию, вот, чтобы и вашему партнеру помочь, вот, какие-то трудности свои собственные посмотреть и решить, и вам. И более коммуникации научиться, научиться между, между вами, потому что, если ее нет, то вам тоже довольно сложно. Как-то вот, ну, трудности решать, как их какие-то. Вот, а, что касается коммуникации, есть еще аспект, о котором я не сказал, но который достаточно важный аспект. Вот, это, скажем так, интимная коммуникация, то есть разговоры, разговоры о сексе. Вот, вопрос здесь такой, вопрос здесь такой, разговариваете ли вы о сексе, говорите ли вы об этом или нет. Очень важно, чтобы подобный диалог был, очень важно, чтобы, вот, ну, ваши желания, желания, все желания, озвучивались, очень важно, чтобы вы слышали друг друга, вот, если этого не происходит, то точно так же могут возникать проблемы, да. Вот, поэтому, свобода интимной коммуникации, вот, интимная, вербальная, словесная коммуникация, здесь является очень важным элементом. Вот, поэтому, на этом, на этом так же, обращайте, точнее, обратите на это так же свое внимание, вот, и убедитесь в том, что подобная коммуникация у вас находится, ну, как минимум, да, на хорошем уровне. На этом все, надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратный связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой, вот, желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, она вам необходима.